Здравствуйте, Александр Иванович. Здравствуйте. Так, брюссельская четырехсторонная встреча, как вы знаете, запланированная на 7 декабря, видимо, не состоится. Некоторые эксперты считают, что процесс нормализации между Баку и Ереваном войдет в тупик. Возможен такой оборот с обеих? К сожалению, да. Дело в том, что армянской стороне предлагаются, насколько я понимаю, заведомо неприемлемые условия. Какие? Вы уступайте, вы уходите, вы здесь не нужны. Дальше следует обещание, мы вам гарантируем, все будет нормально. Но обещание – величина переменная, а территория – величина постоянная. Поэтому, если кто-то думает, что путем таких лукавых разводов политических можно обмануть мудрый армянский народ, нет. Нет. Можно добиться временных успехов. Но никто не из армянского народа, не простит и не забудет. Как вы думаете, где нас именно обманывают? Вы знаете, я думаю, что сейчас сложилась такая ситуация, когда и Европа, и Россия пытаются вести дело к тому, давайте хоть как-нибудь, хоть неважно каким способом, в чьих интересах замнем эту проблему, и эта головная боль перестанет нас беспокоить. Потому что у нас, я имею в виду, у России головная боль сейчас Украина, у Европы свои проблемы и так далее. Но ведь все прекрасно понимают, что дело же не в Азербайджане, а дело в том, что господин Эрдоган реализует свою мечту, свою политику строительства Великого Турана. На этом никто не остановится. И делать вид, что сейчас мы сдадим Армению или интересы Армении, и завтра все успокоится? Нет. Нет. Потому что господин Эрдоган уже в Сирии. Об этом мы поговорим чуть позже. Да, чуть позже обязательно об этом поговорим. Посмотрите, что одновременно происходит. Главы МИД Армении и Азербайджана встретились с генсеком ОБСЕ и обсуждали проблему насчет Нагорного Карабаха. Какие шансы вообще у ОБСЕ повлиять на весь процесс? Вы знаете, я считаю, что в сложившейся ситуации, вот если говорить абсолютно честно, и мне говорить это больно на самом деле, как гражданину России, патриоту своей страны, проблему между Арменией и Азербайджаном с учетом интересов Армении на данный момент, подчеркиваю, на данный момент, могут попытаться решить Соединенные Штаты Америки. Потому что у них есть влияние и на Эрдогана определенное, ну и на Алиева тем более. Поэтому в данном случае вот эти вот посиделки с участием европейцев, которые не берут на себя ответственность, которые втопят все в демагогии, это затяжка времени. А ведь мы понимаем, что стрельба со стороны Азербайджана продолжается. И угроза ребятам, защищающим свою территорию, территорию Армении, она существует реально. И они между жизнью и смертью, и смертью больше, чем жизни, к сожалению. Поэтому в данном случае я бы рассчитывал больше и, может быть, активнее, нужно, пусть он на меня не обижается, господин премьер, но я бы все-таки посоветовал больше работать с армянской диаспорой в Европе, в том числе с французской. Потому что влияние большое, а если есть влияние, то конъюнктура для политиков Европы будет создана нужной армянской стороне. Потому что у них выборы, у них зависимость от электората, от своих народов. И на это надо давить. Надо давить. Тем более, что есть и средства массовой информации, есть материальные ресурсы. И я думаю, что та же французская, армянская диаспора может так отработать, что... Вы имели в виду и Францию, наверное, да? Ой, Францию, Францию, да, конечно, извините. Что президент Франции будет отставить интересы Армении, как французские. Понятно. Тогда вообще, что вы думаете о последней резолюции, принятой с Сенатом? Ну, вы знаете, резолюции – это слова. Это то, что делается ради каких-то, ну, я не знаю, там, публичных успехов или неуспехов. А ведь все упирается в дела. И если бы я увидел, что проблема Нагорного Карабаха так или иначе решается, то я бы сказал, вы знаете, я приветствую эту резолюцию. Пока я вижу только бумажки. А бумажек в своей жизни я видел много, начиная с Советского Союза. Чем они закончились? Где Советский Союз? А сколько было прекрасных бумажек и договоренностей? И я не хочу, чтобы это случилось с Арменией. Понимаете, когда встает вопрос о статусе Карабаха и об изменении этого статуса, конечно, этот статус можно поменять. На бумаге можно поменять элементарно. Можно этот статус отдать Азербайджану, этот статус можно отдать инопланетянам, кому угодно. Проблема в другом. Статус не в бумагах. Он в сердце. Каждого армянина. И вот эти лукавые разговоры, собственно говоря, образно говоря, и есть вырывание этого сердца. Раз уж вы заговорили о статусе Нагорного Карабаха, в Армении, в Нагорном Карабахе, удивление заявлением Сергея Лаврова про статус Нагорного Карабаха. Вы знаете, о чем речь? Да. Нет ощущения, что статус Нагорного Карабаха больше не стоит в повестке России? У меня тоже складывается такое впечатление, поскольку Сергей Викторович Лавров настолько ясно это произнес. Мы же понимаем дипломатический язык. И если бы хотя бы были какие-то формулировки общего плана здесь, было сказано четко, что статус Нагорного Карабаха – это вопрос решенный, и все остальное – это сопутствующие проблемы, которые мы так или иначе решили. Но я бы хотел у Сергея Викторовича спросить. Всего один вопрос. Вот если бы он не ответил, а когда азербайджанская сторона за последние 20 лет сдержала хотя бы одно свое обещание Армении? Хотя бы одно. Я тоже не помню. Да. Может быть, это было. Но я не помню. Поэтому вот эти все обещания гарантии безопасности армянам в Нагорном Карабахе – ну это же пустышка. Ну это же пустышка. И если мы видели уже применение насилия, о чем мы говорим, если разрушают кладбище? Ну о чем здесь говорить? Ну это же варварство. Это же… А если будут оформлены все бумаги, и, условно говоря, вся эта территория отойдет? И что тогда? Тогда живые позавидуют мертвые. Александр Иванович, кстати, главы МИД России и Азербайджана скоро, по-моему, 5 декабря в Москве встретятся и будут обсуждать, наверное, тот же вопрос. И что интересно, это в то время, когда стреляют в сторону Нагорного Карабаха, там, где российские миротворцы. Да, эта встреча будет. Эта встреча, я думаю, она пройдет традиционно, ни о чем, поскольку для того, чтобы принять какое-то решение, мне кажется, в Москве нужно определить свою позицию. Позиция не вашим, не нашим, она не для лидера региона. Не для лидера региона. Потому что противостоящая сторона не Азербайджан. Турция четко определяет образ победы, четко определяет свои позиции. И, несмотря на всевозможные заявления российского МИДа, доминирует в этом процессе. Давайте признаемся. И до тех пор, пока в споре, вдумаемся, в споре между Арменией, членом ОДКБ, где Россия неформальный лидер, и Азербайджаном, Россия не принимает в сторону своего союзника официального. Я не понимаю тогда вообще, зачем эта контора Никанора нужна, которая и так уже дышит на ладо.